друзья всем огромный привет у меня новые заготовки покажу как запланировать меню на неделю и немного сэкономить свое время такой лайфхак позволит рационально использовать свободное время и семейный бюджет если вам эта тема интересна оставайтесь со мной я еще поделюсь с вами своим приобретением новой техники я взяла 3 килограмма мяса для фарша разделаю на кусочки и буду прокручивать на мясорубке друзья вы также можете подписаться на мой инстаграм я ссылку оставлю в описании под видео теперь я беру немного фарша это примерно 600 грамм и мелко нарезаю две головки лука лука добавляю к фаршу добавляю соль черный перец молотый укроп приправа для фарша разбиваю одно яйцо перемешиваю все пропорции оставлю в описании под видео беру лоток для заморозки пельмени и на ней формирую гнездышки для начинки мелко нарезаю болгарский перец грибы и помидоры и Смотрите продолжение в следующей серии. Отправляю в миску, добавляю соль, перец по вкусу, майонез и перемешиваю. И не забываем про зелень для аромата. И в каждое гнездышко кладу немного начинки. И всю эту красоту мы отправляем на саморозку. С болгарских перчиков срезаю шапочки. Я формирую зубчики, вы можете просто срезать. И очищаем от семян. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Для начинки берем примерно 700 грамм фарша. К нему добавляю смельченный лук, примерно 300-400 грамм. Соль, перец черный молотый, приправу для голубцов, ложку томатной пасты, рис сырой, зелень по желанию. И перемешиваем все хорошенько. Теперь этой начинкой плотно начиняем перцы. Сверху закрываем шапочкой и точно так же начиняем все остальные. Продолжение следует... готовые болгарские перцы отправляю на заморозку перцы у меня закончились из оставшегося фарша я формируете в теле они тоже идут на заморозку теперь самое интересное спешу поделиться с вами приобретением новой техники это стационарный блендер я давно хотела приобрести такой блендер и вот он у меня появился это стильный и мощный блендер роумид который стал для меня незаменимым помощником на кухне кувшин блендера двухлитровый изготовлен из тритана нож выполнен из нержавеющей стали имеет 8 лезвий для максимального измельчения у этого блендера особая форма ножа изогнутые в разные направления что я заметила у блендера конструкция очень продуманно внутрь крышки вставляется прозрачная заглушка она может сниматься во время работы блендера и сюда же можно вставить в воронку и толкатель для помощи комплект еще входит удобная бутылочка для поездок из спорта инструкции гарантийный талон силиконовая лопаточка и мешочек для для орехового молока и соков я заранее подготовила помидоры и болгарский перец буду измельчать для заморозки на зиму отправляю в кувшин помидоры и болгарский перец один к одному ставлю на режим овощи и измельчаю буквально за 6-7 секунд я не ожидала что он так тщательно измельчает любые продукты мне даже не пришлось снять кожицу с помидоров он измельчает овощи в пюре теперь эту массу разливая по формочкам удобнее всего использовать силиконовые формочки после застывания заготовки из них легко достаются теперь эти формочки отправляю на заморозку в морозильник после заморозки достаю формочки кладу в целлофановый пакет и отправляю на хранение в морозилку использовать по мере необходимости можно добавить в супы борщи в овощные рагу подливы соусы много где найдется им применение это шикарная техника которая поможет вам сделать заготовки на зиму чаша блендера достаточно большая что очень удобно вы можете за раз измельчить больше овощей чем это сделал бы обычный блендер очень удобное в управлении у него несколько режимов под разные задачи можете сделать коктейли джем и супы жидкое тесто ореховое молоко ореховую пасту кремы мороженое супы и пюре каши в общем он готов на любые эксперименты ссылку на мой блендер и промо код для скидки я оставлю в описании под видео итак идем дальше к полтора килограмма фарша я кладу мелко нарезанный лук это примерно 600 грамм добавляю соль черный перец молотый укроп разбиваю яйцо и хорошенько перемешиваю фарш и зелень не забывайте я заранее замешала тесто буду лепить пельмени легким способом тесто уже отдохнула минут десять делю на две части другой убираю в пакет 2 раскатываю в тонкий пласт у меня пельменица вот такая небольшая будем лепить с ее помощью край пласта кладу на пельменицу срезаю край и кладу начинку сверху накрываю еще одним слоем теста срезаю края слегка прижимаем руками верхний пласт теста чтобы выгнать воздух далее прохожу сверху скалкой надавливаем получается вот такие симпатичные пельмени все пельмени кладу в лоток для заморозки и естественно отправляю на заморозку так следующим фаршируем перцем перцы грибы грибы аккуратно промыть слегка посолить и отделить ножки я с помощью маленькой ложки с острыми краями аккуратно извлекая из этих шапочек часть мякоти чтобы получились такие вместительные чашечки для начинки теперь грибную мякоть и ножки мелко нарезаем отправляю к фаршу добавляю соль немного растительного масла перемешиваем и начиняю грибы готовой начинкой грибные заготовки кладу в удобный лоток и отправляю на заморозку из одной курицы можно сделать несколько полуфабрикатов начинаю разделку курицы отделяя крылышки ножки спинку филе это все подготовлю для запекания все куриные части я почистила промыла под краном а аккуратно кусочек безусловно посолить курицы курицы готовы все отделяя куриное филе из него буду делать фарш для маринада я смешала соль перец приправу для курицы паприку подсолнечное масло соевый соус и сырный соус это все отправляю к курице и перемешиваю ножки крылышки спинки это все кладу в лоток и отправляю на заморозку будет запекать с картошкой в духовке а куриное филе режу на кусочки и пропускаю через мясорубку к куриному фаршу я добавляю соль приправу для фарша масло растительное разбивают на яйцо и перемешиваем я взяла разделочную доску сверху накрыла целлофановым пакетом и из фарша формирую круглые котлеты сверху промазываю майонезом и кладу тертый сыр сверху направляю майонезом и перемешиваем на немецкой сверху а И этих красавиц я отправляю на заморозку. У меня получилась вот такая небольшая заморозка на неделю, может и на две. А количество продуктов рассчитывайте исходя из количества человек в вашей семье. Всем спасибо за просмотр, жду ваши комментарии и конечно лайки с моей стороны для вас. Чтобы быть в курсе о выходе нового видео, подписывайтесь на канал и не забудьте включить колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok